Мы продолжаем следить за развитием событий в студии Иван Фролов. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Мы понимаем, коммунальные проблемы всегда в топе, но меньше их в тех домах, где люди берут власть, а точнее инициативу в свои руки. Я сейчас про взаимодействие жильцов с управляющими компаниями. Но варенгойцы могут влиять на ремонт в своих подъездах, выбирая материалы, цвета и даже дизайн. Юлия Шаркова узнала, как это работает. Делать жизнь комфортнее по всем направлениям, менять окружающую нас действительность. Это доступно любому активному человеку. И хорошо, когда комфортно не только дома, но и за его пределами. К примеру, на внешний вид подъездов самым прямым образом могут влиять жильцы через свою управляющую компанию. В одной из них руководство решило использовать идеи активистов при ремонте в подъездах. Концепция ремонта постоянно улучшается, усовершенствуется. Также при последующих ремонтах учитываются пожелания собственников. То есть тесный контакт с собственниками, со старшими по подъездам, с председателями домов, которые при опросах или участии в общедомовых чатах какие-то предлагают фишки, удобные вещи. Мы всегда сотрудничаем. Так, например, по просьбе одного из жильцов убрали железные конструкции, преграждающие вход в подвал и частично съедающие пространство. Когда поняли, что так действительно лучше, демонтировали их и в других подъездах. Самый важный фактор – это тепло. Тепло. Там в подвале установлено большое количество регистров. И при демонтаже данной металлической конструкции, конечно, все тепло обогревает весь подъезд. Еще одно новшество – подъезды в керамограните. Ремонты в таком стиле и труднее, и финансово затратнее. Однако такой материал, как утверждает подрядчик, действительно на века. Поэтому выбирать, какие именно материалы будут использованы при ремонте, предлагают самим жителям. Ежемесячно мы платим за текущий ремонт содержания. Это значит, что управляющая компания должна и обязана делать ремонт. А от того, как скоро она к нему приступит, и от того, насколько он будет качественный и комфортный для жителей, зависит, конечно, от них. Важно, чтобы жители проявляли инициативу, не боялись предлагать какие-то идеи. Предложить свои идеи можно через совет дома. Председатель совета, собрав все пожелания, передает их в управляющую компанию. Юлия Шаркова, Данил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Призвание по наследству. Год семьи, год детства, как повод познакомить вас с педагогической династией. Общий педстаж у Кустовых почти 100 лет. Почему дети в этой семье становятся учителями, узнавала Алена Ядня. Очень дружная семья. В принципе, на одной волне всегда. Никто никогда никому не откажет помощь. Мы поддерживаем, очень любим. Люблю семью и, наверное, и обратно существует. Все начинается с семьи. И озарение, и работа. Педагогическая династия Кустовых работает в 17-й школе. Их общий трудовой стаж почти 100 лет. Получаются у меня педагоги сыновья, сноха, сестра, а у сестры дочь и зять. Считаю, что очень хорошо, когда совпадают внутренние состояния, интерес к работе и сама профессия. И это здорово. Любовь к профессии у Кустовых старших зародилась по-разному. Марина Леонидовна выбрала профессию благодаря любимому школьному учителю. Виктор Васильевич – потомственный педагог. Я шестым ребенком в семье был, самым младшим. Соответственно, все, что делалось в семье, так или иначе, находило отражение и на моем характере, и на моем будущем. У меня две сестры пошли учиться на физмат. Своё направление уже не изменял, а целенаправленно в педагогический институт. Прежде чем приехать в Новую Уренгою, Виктор Кустов работал на большой земле учителем физики и технологии. А познакомились будущие супруги в студенческом отряде. Завязалась дружба, а потом любовь. Когда у Кустовых появились дети, то о продолжении династии вначале не было и речи. Но, видно, от судьбы не уйдешь. Когда мы им предлагали и говорили, что идите в педагогический вуз, оба говорили, что никогда в жизни мы насмотрелись на маму с папой. То есть не хотим такой же участи нашим детям, потому что вниманием они всегда были обделены. Мы, смотря на них, ну конкретно я, себе сказал, что я не буду никогда работать в школе. И придерживался это до 26 лет. А там это было дело случая. Вернулся уже после института, после армии, уже поработав, наработав какой-то свой опыт, вернулся обратно в Уренгою. Мне предложили попробовать поработать с детьми в направлении робототехника. Не сразу это получилось так, что я стал учителем, но, видимо, все к этому ушло. С детства любил руками работать, мастерить что-то. И вот хочется передать следующим поколениям свои навыки. Педагог дает детям не только знания, он еще и образец нравственности для своих учеников наравне с родителями. Современная семья должна идти в ногу со временем. Ну и, конечно же, должна присутствовать любовь мужа к жене, родителей к детям, у детей уважение и любовь к родителям. Теперь у года семьи есть свой гимн. Его презентация прошла на выставке «Россия». Там же, где 23 января президент Владимир Путин дал старт году семьи. Трогательную и вдохновляющую песню исполнила Ирина Дубцова. Зал отреагировал тем, что в какой-то момент все люди встали, как при исполнении гимна нашей страны. Да и неудивительно. Послушайте сами. Там ждут родные люди. Это самое важное на земле. Это искренние объятия. Это мы, это ты, это я. Главная семья. Вдохновляет согласным. Песен в нашем выпуске больше не будет, но будут стихи и чуть позже. А сейчас о политике. В избирательном бюллетене на выборах президента России будет 4 кандидата. Список претендентов на должность главы государства определился 8 февраля по итогам заседания ЦИК России. Самым выдвиженцем является только один Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ. Еще четырем выдвиженцем в регистрации было отказано. Напомню, выбирать президента мы будем 3 дня 15, 16 и 17 марта. Поехали дальше. Новая лаборатория, кабинеты, мебель, оборудование. Так преобразился третий этаж Газпромтехникума после недавнего ремонта. Сегодня посмотреть на обновление приехал Андрей Воронов. Конечно, одной экскурсии дело не ограничилось. Сразу после глава города с командой встретились со студентами в актовом зале. Главный архитектор представил им презентацию, где подробно рассказал о новых стройках к 50-летию города. Затем глава в формате вопрос-ответ пообщался с юношами и девушками. Молодежь интересовали вопросы, связанные с Пушкинской картой, парковками и про преображение Нового Рингоя тоже поговорили. Встреча продолжалась больше часа. Для начала хочу сказать спасибо за бесплатный проезд. У меня такой вопрос насчет высших учебных учреждений, в частности здания, которые сейчас поставили. Будем ли как-то развиваться в этом? Какое здание поставят? Которое сейчас поставим университет. Тоже вопрос, который задают очень многое. Открытие университета – это достаточно сложный процесс. Безусловно, это прежде всего преподаватели. Это направление. Вы, естественно, связаны с газодобычей. Понятно, что вам хотелось бы есть политехнический институт газовой промышленности. Университет газовой промышленности. Приди к ребятам в колледж, они скажут, давайте мы строительный университет откроем. Выбор колоссальный на территории Российской Федерации, чтобы найти себя, найти свою профессию. Что-то локальное строить здесь, наверное, неправильно. Город, в котором проживает около 200 тысяч, нецелесообразно экономически. Теперь информация для желающих присоединиться к благому делу. Игры седьмого благотворительного кубка губернатора Ямала по волейболу начнутся уже скоро. Пул команд продолжает формироваться. Как стать участником? Узнавайте во дворце спорта «Звездный». Продолжение следует... Продолжение следует... Планируем, что 16 февраля в 19.00 будет торжественная церемония открытия, Куда уже приедут все заявившиеся команды, Ну, команды, те, которые заявились по городу Новорингой. Планируем, что будет заявлено более, чем в прошлом году команд. Это порядка 35, думаю, точно будет. Сегодня у Новорингойских авиаторов двойной праздник. Ровно 101 год со дня основания в России гражданской авиации. И год с открытия нового пассажирского терминала. Он настолько значим для страны, что в церемонии открытия по видеоконференц-связи принял участие президент Владимир Путин. С того дня воздушная гавань обслужила больше миллиона пассажиров. В течение года крупнейший ямальский авиаузел принимал и отправлял самолеты по 20 регулярным направлениям. Так что поздравляем всех причастных. Добавлю, в авиации Ямала трудятся больше 5,5 тысяч человек. Даже трудно представить развитие нашего северного города без гражданской авиации. Многие годы именно крылатые машины были связующим звеном между Новорингойом и Большой землей. Как вспоминают старожилы, первым жителям будущей газовой столицы даже хлеб вертолетам доставляли. Сколько грузов поставляли авиаторы для строек. В период летних отпусков новорингойцы дружно выстраивались возле авиаказ. Иногда по несколько дней проводили в очереди, чтобы купить заветный билет на самолет. Появление новых рейсов в расписании аэропорта было очень значимым событием. Об одном из них в начале 1981 года писала наша газета «Правда Севера». 2 января открылось авиасообщение нового Уренгоя с Москвой. Впервые наши пассажиры полетели в столицу без пересадок. Регулярные полеты воздушных лайнеров стали возможны благодаря сооруженной в короткие сроки взлетно-посадочной полосе. На строительстве важного для молодого города объекта были сосредоточены все силы строительного управления номер 942. Постоянно в карьере работали шесть экскаваторов, большегрузные машины, а также грейдеры, бульдозеры и другие механизмы. В кратчайший срок было отсыпано 360 тысяч кубометров грунта и уложено 111 тысяч квадратных метров твердых покрытий. Из нового Уренгоя в различные города ежедневно теперь выполняется почти 10 рейсов, два из которых на ТУ-134. А в новом номере газеты «Правда Севера», который выйдет 10 февраля, мы расскажем о том, что в экодоме начинается крышечное безумие. Кроме того, вы узнаете, какие штрафы ждут нерадивых хозяев собак и кошек и зачем занятые люди тратят свое свободное время на лыжный бег. Он наше все. Ежегодно 10 февраля весь мир вспоминает Пушкина. Дата скорбная. В этот день в 1837 году великий русский поэт умер от ранения, полученного на дуэли. В День памяти по всей стране проводятся литературные вечера, концерты и другие культурные мероприятия. Наша съемочная группа прогулялась по улицам города. Давайте узнаем, помнят ли северяне бессмертные строки. Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать, теперь я знаю в вашей доле меня сомнением наказать. Этот отрывок из знаменитого романа Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина я прочитала не случайно. 10 февраля – День памяти великого поэта. Именно в этот день, в 1837 году, Александр Сергеевич Пушкин погиб от ранения, полученного на дуэли с Дантесом. Пожалуй, нет в России такого человека, который не знал бы хотя бы одного стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Проверим! Я помню чудное мгновение, передо мной вилостой, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я вообще люблю времена те, когда еще 19 век, там вообще обожаю это время. Мне нравится, что они были очень такие интеллигентные, воспитанные. Они очень были любознательны, они очень любили природу, эти люди. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Молкоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый. Блин, я забыла. Царь Никита жил когда-то, праздный, веселый, богатый. И от разных матерей, нажил 40 дочерей. В стихе я читал, что когда в армии служил, там полный такой, я такого больше нигде не видел, собрания сочинений. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негай взоры. Навстречу с северной авророй, звездой севера явись. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит она девица, то на весь крещеный мир приготовил я пир. Ну, у меня дома домики есть. В свое же время в школе же нас студировали по Пушкину. Зима, крестьяне это рисуют, на дробнях обновляя путь. Его лошадка снег почует, летется с рысью как-нибудь. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувший берег дальний, как звук глухой в лесу ночном. Оно на памятном листе оставит мертвый след, подобный. Узор надписи надгробный на непонятном языке. И еще про творчество. Новорингойцам предлагают рассказать о героях своей семьи. В преддверии Дня защитника Отечества в городе стартовал конкурс «Связь поколений». Поучаствовать могут все желающие. Нужно сделать фотографии, где дети вместе с папами или дедушками проводят время вместе. Например, играют, катаются на лыжах, выполняют какую-то работу по дому. Также можно снять видеоролик о героических поступках своих отцов или дедов. Итоги подведут 22 февраля. Победители получат подарки. Заявки принимаются до 16 февраля по электронной почте с пометкой «Конкурс». Адрес сейчас на экране. Это были все новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. В студии работал Иван Фролов. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok